Здравствуйте, дорогие друзья! Первоклассники. Начинается урок. Пусть нам всем пойдет он впрок. Проверим готовность к уроку. Вам потребуется тетрадь в узкую линейку и ручки синего и зеленого цвета или зеленый карандаш. На этом уроке нас ждет много вопросов и заданий от героев одной сказки. Название этой сказки вы мне назовете в конце урока, когда определите всех героев этого произведения и выполните задание. Чтобы узнать первого героя, отгадайте загадку. Говорят, что я трусливый. В сказках якобы хвастливый. Все не так, мои друзья. Просто осторожный я. Это Заяц. Заяц прислал вопросы. На какие две группы делятся все звуки русского языка? Гласные и согласные. Согласные бывают звонкие и глухие. Твердые и мягкие. Какие гласные могут обозначать два звука? Е, Ё, Ю, Я. В каких случаях эти буквы обозначают два звука? В начале слова, после гласного и после разделительного мягкого знака. Какие гласные указывают на мягкость предшествующего согласного? Е, Ё, Ю, Я, И. Какая буква в русском алфавите не обозначает звука? Это буква, мягкий знак. Молодцы! Вы хорошо справились со всеми вопросами от Зайца. Следующий гость урока поможет определить тему и цели урока. Отгадайте его. Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост пушистый и краса. Как зовут её? Лиса. Лиса предлагает вам рассмотреть изображённые предметы и назвать их. Листья. Платье. Что общего в написании этих слов? Они пишутся с разделительным мягким знаком. На этом уроке мы продолжим говорить о разделительном мягком знаке. Научимся писать буквосочетания с разделительным мягким знаком. Напишем слова и предложения с разделительным мягким знаком. Тема урока – письмо-буквосочетание слов с разделительным мягким знаком. Для того, чтобы начать писать, мы должны вспомнить, как правильно сидеть за столом. Я тетрадочку открою и красиво положу. Я, друзья, от вас не скрою, ручку правильно держу. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Следующее задание для вас прислала. Отгадайте загадку. На цепи сидит, дом сторожит. Собака. Откройте тетради. Возьмите в руки ручки. Начните писать на самой верхней узкой строке. Поставьте точку, как показано на экране. Собака предлагает вам записать строку, буквосочетание из мягкого знака и букв. Запишите эти буквосочетания, как показано на экране. Я уверена, у вас получились правильные буквосочетания. Следующим гостем нашего урока станет... Отгадайте загадку. В яме спит зимою длинной, но чуть солнце станет греть, в путь за медом и малиной отправляется медведь. Медведь прислал вам задание. Спешите слова, вставив мягкий знак в слова. Начните писать на следующей узкой строке. Пальто. Вьюга. Семья. Семья. Соль. Здоровье. Сравните свою запись с записью на экране. Подчеркните зеленой ручкой слова, в которой мягкий знак С стоит между буквами, обозначающими согласные и гласные звуки. Вьюга. Семья. Здоровье. Молодцы! И последний гость нашего урока. Отгадайте загадку. Гребешок аленький, кафтанчик рябенький, двойная оборотка, важная походка, раньше всех поет, голосисто поет. Это петух. Задание от петуха. Прочитайте предложение и исправьте ошибки, допущенные в письме. У нас дружная семья. Муравьи дружно строят жилье. Проверьте свои догадки. У нас дружная семья. Муравьи дружно строят жилье. Запишите правильные предложения с новой строки так, как показано на экране. Заяц, лиса, собака, медведь, петух. Это герои какой сказки? Заячья избушка. В каком слове в заглавии текста встречается разделительный мягкий знак? Правильно, заячья. Какие буквы он разделяет? Че, я. Подведем итоги урока. Какая буква не обозначает звука? Мягкий знак. Герои какой сказки помогли нам научиться писать буквосочетания и слова с разделительным мягким знаком? Герои сказки Заячья избушка. Попросите у родителей найти эту сказку и прочитайте ее. Спасибо за работу. Вы молодцы. До встречи на следующем уроке русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин